Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в моей рубрике про долголетие и долгожительство я хочу вас познакомить с одной уникальной женщиной, с Евдокией Тимофеевной Третьейкиной. Родилась она в Белоруссии, но потом переехала в Новокузнецк. Но об этом я сейчас чуть позже расскажу. Я полагаю, что всем поучительно будет послушать историю ее жизни, очень кратко, хотя о ней, конечно, действительно можно было бы написать целую книгу. Буквально вчера, от момента данной записи, я решил записать это видео. И не знал, что она умерла. Мне попались видео про то, когда был юбилей 110 лет. Потом я стал искать про нее информацию и увидел 112, 113, 114. И, к сожалению, в одной статье я прочел следующие слова. Душа бабушки Евдоки ушла в последние большие сибирские морозы, почти в минус 40. Ее проводила последняя горячая, горькая, с трудом отпустившая объятия внучки Зины. Ее позвала, повела тихая улыбка Божьей Матери с иконой высоко на стене в белых вышитых рушниках. И дальше приведу такую цитату. Бабушка умерла в 18.20 четверг, 7 февраля 1919 года. Рассказала Кузбассу, это местная газета, внучка, похоронили мы в воскресенье 10, простите, не могу говорить. И можно понять, какую жизнь прожила эта бабушка, каким она человеком была, стоит об этом знать, пожалуй, всем. Будет точно не лишним и очень поучительно. Сейчас покажем несколько видео с бабушкой. Естественно, будет некая маленькая аналитическая выкладка, но давайте по порядку. Итак, как писала одна корреспондентка. Мы познакомились, когда бабушке Евдокии было почти 110. Она легко толкнула тяжелую дверь Спаса Преображенского собора, вошла и, открыв старомодный гомонок, достала мелочь на свечи. И, идя по храму, крестясь, здороваясь со всеми святыми ликами и лицами пришедших, всем светло и радостно улыбалась. «Вишь, какая красота!» — говорила она про храм, стоя у иконы Матроны, повязанная платком с розами, как повязанная сама Матроны. И лишь позже до меня дошло. Они же современницы. Итак, родилась бабушка в 1905 году. По ее словам, она не пропустила ни одной Пасхи за все эти годы. А пока ходила, а ходила она до 100 на улицу и на службу, и в магазин до 112 лет. Потом упала зимой, подскользнулась, повредила то ли шейку бедра. Нет об этом точных данных. Ну, в общем, ходила уже только по квартире, хотя занималась активно физической работой и даже, можно сказать, спортом, но гимнастикой до самых последних дней жизни. И вот самая памятная Пасха, такая показательная была, она рассказывала, когда ей было 12 лет, они пошли в церковь далеко от дома. Было тогда тепло, они разулись даже, листья распустились, а вышли после службы. Снег, все бело-бело, як зимой, говорит она, мешая, как пишет корреспондент белорусский, русский, украинские слова. Так как она была родена на юго-западе страны, на стыке сел разных, скажем, родных славянских народов, то вот у нее такой интересный говор, видео вы это услышите. Так вот, отец тогда за ними на санях приехал, чтобы привезти теплую одежду и забрать. И вот местные бабули тогда гадали, что за снег такой приключился среди весны, к чему бы это? А шел тогда 17-й год, но скоро стало ясно, к чему. Естественно, пришла Октябрьская революция, гражданская война за ней, и уже голод, разруха, тяжелые годы для всей страны и для нашей героини-бабушки. Дальше шли годы, труд, а потом уже на пороге Великая Отечественная война. И вот когда ей было уже 36 лет, я думаю, многие из тех, кто сейчас слушают мое видео, кому-то около 30, кому-то за 30, но примерно так. Представьте себе, сколько с этого периода прошло времени. Представьте, какая впереди могла бы быть еще длинная жизнь. Действительно тяжело иногда понять, что такое прожить 115 лет, да, почти. И вот когда ей было 36 лет, и началась Великой Отечественная война, ее муж и сын ушли на фронт, они погибли. Евдокия оказалась в оккупации под немцами в Белоруссии. И вот что произошло. Немцы застрелили одну женщину, мать троих детей в соседнем селе. Ну, а их отец пришел ко мне, говорит бабушка, и попросил помочь с маленькими детьми. Я согласилась. Ну, пришла к детям Маши, Вале и Ване, и так к ним, как говорит, прикипела, что уже сделала частью своей жизни и взяла к себе в семью. А с Ваней вот как случилось. Ему тогда 4 годика всего было. И когда немцы набирали по селу машину ребятишек, светловолосых, голубоглазых, ну вот как на подбор, увозили в Германию для воспитания, да, пополнения своего генетического фонда. Так вот, тогда Ваню, немец, подманив шоколадкой, уже схватил за руки и потащил в кузов машины. А Евдокия кинулась под автомат, схватила Ваню за ноги. И немец даже не ожидал, а торопела, отпустила. Она упала и закрыла ребенка с собой. И, ну, можно сказать, повезло, немец не стал стрелять. Вот таким образом Евдокия тогда приобрела вторую семью. В свои 110 лет Евдокия Тимофеевна все еще полна сил, с удовольствием гуляет на свежем воздухе, ходит в магазин и регулярно делает зарядку. А в минуты праздника любит вспомнить молодость и спеть в компании родных и близких людей. И хорошая, и прямая, я только ду, я плохая, я нечего. У юбиляршей трое детей, шесть внуков и семь правнуков, так что принимать такое количество гостей ей не впервой. Расстрогавшись от такого обилия внимания, Евдокия Тимофеевна сама не удержалась от теплых пожеланий в адрес своих гостей. Чтоб долго жили и здоровые были, чтоб никогда вы не болели. Вот всем здоровья я вам желаю. Поздравить долгожительницу приехали представители областной и городской администрации. Евдокия Тимофеевне вручили открытки с поздравлениями, цветы и денежный подарок. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Она единственная в Кузбассе, которая сегодня отмечает 110 лет своей бескорыстной доброй жизни. И вот когда после войны дети уже выросли, а младший Ваня направили его на работу в Сибирь, ну естественно бабушка поехала за ним. И вот проработав 30 лет в колхозе в Белоруссии, она уже в 61 году приезжает в Новокузнецк, ну и там работала 20 лет в больнице. Жизнь шла дальше и дальше бабушка уже занималась домашними делами, выйдя на заслуженный отдых, то есть на пенсию. Ну и вот когда случается очередной день рождения, все поздравляют ее, а бабушка всегда любила говорить и желать, несмотря на то, что пришли ее поздравлять, она всех сама поздравляла. Чтобы вы жили долго, будьте здоровы и так далее. Но видео, собственно, об этом вы услышали. Ну а в чем же секрет ее долголетия? Ну, во-первых, конечно, в ее доброте, в хорошей, конечно, генетике изначально, в труде. Потому что труд для них не какое-то наказание, а часть естественной нормальной жизни. По-другому невозможно. С малолетства, с малых лет и до самого последнего вздоха. Она каждый день спускалась с пятого этажа пешком, ходила гулять в магазин до 112 лет. Делала легкие дела по дому сама всегда, а ела понемногу. И ела овощи в основном, фрукты и каши. С секретом своего долголетия старейшая жительница Кузбасса делится охотно. Говорит, что труд закаляет и тело, и дух. Евдокия Тритекина заработала два стажа. В Белоруссии, в колхозе, в том числе и во время немецкой оккупации. Потом многие годы работала санитаркой на дезинфекционной станции в Новокузнецке. А на пенсию Евдокия Тимофеевна вышла только в 80 лет. И сейчас старается не сидеть без дела и советует брать пример. Ну, естественно, она любила жизнь, была веселой. Ну, и практически не имела отрицательных эмоций. По крайней мере, никогда на них не зацикливалась. Мало нервничала. Характер был такой, закаленный. Ну, и тем не менее, ее же еще и радовали и любили родные люди, что очень важно. А вот эта обратная связь огромное влияние на долголетие оказывает. То есть, ощущение нужности, вот это очень важный фактор. Ну, естественно, на каждое утро, как я уже говорил, делала зарядку, наклоны вперед-назад, руки в сторону перед собой и так далее. Ну, и вот только когда ушибла колено, перестала делать приседания, хотя делала другие упражнения. А в последние три недели своей жизни бабушка была слаба уже и зарядку не делала, но все равно продолжала заниматься игольчатым таким мячиком для суставов, родные рассказывают. И ушла она очень легко. Говорят, незадолго до этого, навещая бабушку, одна из соцработниц, которую привязали к ней, естественно, городские власти, она застала спящей ее, с счастливой такой улыбкой на лице и любовно укутанной одеялом. Не стала она ее будить, но удивилась такому укутанному, поддоткнутому как бы одеялу, ведь в квартире никого не было. Последние годы жизни бабушка все больше смотрела телевизор, кстати, заинтересовалась и политикой, и разными передачами, аналитическими, кстати, и говорила, ну и чего людям только не хватает. Война давно закончилась, а где-то все воюет и воюет. И не уставала бабушка всю свою жизнь. Последнюю, желать всем людям и мира, и счастья, и долголетия. Помнила и знала она о хрупкости вот этой мирной жизни, так как пережила такие тяжелые годы, такую страшную фашистскую оккупацию. А в последние годы зарубежные ученые-геронтологи наблюдали за ней, хотели пригласить к себе, оплатить перелет и прочие расходы и для нее, и для родственников, чтобы только исследовать. Ну, бабушка уже и не хотела, да и здоровье было не то. Что же можно сказать в завершении? Как подмечают все ее родственники, многочисленные внуки и правнуки и праправнуки, что ее любви всегда хватало на всех. Она была добродушная и старалась, чтобы вот ее вот это тепло души досталось каждому из них поровну. Она говорила, что хочу умереть на своих ногах. Ну, так оно и произошло. Она была уверена, что жизнь в движении, и движение – это жизнь, это истина прописная, так оно и есть. Жаль, не все люди этого понимают. И поэтому упускают свои вот возможности дольшей жизни при равных прочих обстоятельствах. Вот даже из этих маленьких коротких сюжетов, которые вы посмотрели, видна, да, душа вот человека, видна та доброта и та простота этой женщины. Ну, и вот, знаете, вот это вот чувствуется, по крайней мере, мной, ну, я думаю, многие это прочувствуют, ту вот эту нить, которая уже почти оборвана вот этой связи поколения, настоящих тех людей, рожденных на земле, которые вели вот этот крестьянский естественный уклад жизни, мудрость вот этого, что называется, от земли, которая перешла и переходила через поколение, передавалась своим потомкам. И вот эта связь сейчас утеряна, она давно уже утеряна, но она фактически с 50-х, 70-х годов вот теряться стала. И последние, просто вот уникальные люди, вот эти носители, вот по ним это чувствуется, так важно воспитывать вот на этом, а, к сожалению, так мало осталось этих записей, аудио, видео, да, хроник с такими людьми, что, как они говорят, тут даже важны глаза, руки, чувства, которые видны, которые идут от таких людей. Вот это вот важно понять, даже иногда минут достаточно, чтобы человек что-то мог прочувствовать. Ну, что значит что-то? А вот это доброе и хорошее, вот эти вот природные, естественные начала. Ну, сейчас, к сожалению, все меньше и меньше таких людей, почти таких уже не осталось, к сожалению. И вот поэтому так, я считаю, важно, по крайней мере, я так вижу для себя, что подобные видео я буду снимать и, надеюсь, это поможет кому-то что-то осмыслить, осознать, переосмыслить. Возможно, дети, ваши дети смогут чему-то научиться из таких маленьких видеосюжетов. А долгая жизнь нужна человеку не как самоцель, она нужна для достижения каких-то результатов, для того, чтобы человек мог оставить после себя что-то или, по крайней мере, собой передать другим поколениям знания, какую-то мудрость, доброту, традиции, да что угодно. Все то, что направлено на добро и на память. Ну, вот это важно. И вот может быть сейчас тот переходный период в обществе, когда все-таки люди все больше и больше начинают задумываться, осмыслять, а как мы живем, для чего. И вот, видя такие примеры, возможно, больше заинтересуется своим и прошлым, и землей, родной, так сказать, деревней, природой. Ну, вот я на это очень надеюсь, поэтому буду снимать такие видео. Надеюсь, вам это видео тоже понравилось. Ну, напишите о своих мыслях, чувствах здесь, в форуме, под видео. Возможно, вы захотите поделиться этим видео с вашими знакомыми, чтобы они задумывались, ну, что называется, о вопросах бытия и о смысле жизни. Всего хорошего. До новых встреч.